Привет всем! И я соскучилась, так что очень рада, что вы заглянули ко мне в гости. Добро пожаловать! Начинаю влог с классных находок, покупок, с маркетплейсов для кухни. И сразу буду показывать, как их приспособила. Покупок несколько. И вот сейчас я распаковываю керамические емкости для хранения сыпучих. На самом деле они такие универсальные, там можно что угодно хранить. Все мне в них нравится и качество керамики, и вот этот узор ромбики. Я специально выбирала одной коллекции. Единственное, что мне не очень нравится, это деревянные крышки. Мне бы очень хотелось видеть на этих емкостях керамические крышки, но увы. С другой стороны, вот эти маленькие емкости, они за счет плоской крышки могут штабелироваться. Если, например, хранить на полке где-нибудь или где мало места. Мне это штабелирование не нужно, потому что я планирую все это расставить. Конечно же, новую посуду я всегда хорошенько промываю. И сейчас покажу для чего. Субтитры сделал DimaTorzok. Следующая моя покупка, которая будет участвовать вместе с емкостями, это подносы. Изящные, элегантные и достаточно редкая модель. Сам поднос зеркальный, с металлическими бортиками. Другая сторона дна подноса имеет поверхность, похожую не то на фетр, не то на бархат, благодаря чему он не должен скользить и царапать поверхность стола. Именно в этой зоне кухни на столе будут преображения. Сейчас мы используем вот такой белый деревянный подносик, на котором стоят разные емкости. С одной стороны, вроде бы нормально смотрится, потому что поднос группирует их и делает аккуратный вид. Но с другой стороны, хотелось что-то одинаковое. И плюс нам этих емкостей не хватает. У нас здесь постоянно находятся сухофрукты и орешки. Ну и конечно, я начинаю с того, что убираю все с подноса. Да и сам поднос надо почистить. А потом я его уберу на время, для каких-то целей буду использовать обязательно, он хорошенький. Ну а сюда я ставлю новый поднос. На самом деле, я уже давно хотела заменить здесь все вот эти баночки. Смотрела, естественно, размером больше. Что же касается подноса, то для новых емкостей он был бы маловат. А у меня есть такой же поднос больше. Но мне захотелось чего-то новенького, легкого, прозрачного. И вся эта замена задерживалась именно из-за поиска подноса. Потому что баночки я сразу как-то определила и в корзину забросила. А поднос искала долго. Перерыла все маркетплейсы. И вот наконец-то нашла, что у меня откликается. И он реально здесь так хорошо смотрится. Да и вся семья оценила эти перемены. Ну а емкости я заполнила орехами, сухофруктами. Особенно понравилась эта большая банка. Потому что хранение кураги, фиников, это крупные сухофрукты. Наши маленькие баночки вмещали их совсем ничего. Приходилось туда-сюда их доставать. Зато теперь и финики, и курага лежат в одной емкости. Очень оказалось удобно. Субтитры сделал DimaTorzok Закончила с преображением стола. Покажу вам картинку, как это выглядело раньше. Конечно, тоже было аккуратно, уютно. Но сейчас мне нравится больше. Далее меня ждет организация хранения в ванной комнате. Точнее, мне надо добавить в эти пустые емкости моющие, стирающие средства. Правда, сами емкости уже такого вида. В общем, хочу их сначала помыть. Тут ничего сложного нет. И, может быть, кому-то покажется это лишней возней. Даже спорить не буду. Лично мне очень нравится наводить порядок, жить в аккуратности, чистоте. А еще для меня это отличный способ переключиться с каких-нибудь назойливых или неприятных мыслей. Я уже подробно рассказывала, как это работает. И если вдруг пропустили, пишите. Я оставлю ссылку на то видео. Оно с уборкой и как раз с моими рассуждениями. Ну, а я продолжаю заниматься емкостями. Помыла их, просушила. И перекладываю средства для стирки в разном формате. Здесь у меня и капсулы, и кондиционер. Здесь у меня и капсулы, и кондиционер. А еще есть порошок в форме стиков. Я на него делала обзор. Сейчас не буду на этом вообще акцентировать внимание. Я пыталась сначала эти стики переложить, но поняла, что они все не вмещаются. И тогда мне пришла идея в голову пересыпать сразу из стиков порошок в емкость. И просто положить мерную ложку. Тем более оказалось, что стик равен вот этой ложечке. Поэтому я решила заморочиться. И высыпала все со стиков в одну емкость. Правда, оставила парочку стиков. Вдруг куда поедем отдыхать, их удобно с собой взять в путешествие. И где-то что-то руками подстирывать. Потому что этот порошок и для ручной стирки в том числе. Зато теперь я все разложила, выкинула все эти заводские упаковки. И аккуратно возвращаю на свое место. Это моя маленькая постирочная полка. Зато здесь все необходимое, аккуратно, чистое и даже уютно. Ну и быстро озвучу, что у меня находится. В самом крайнем это средство для мытья пола. Потом идет кондиционер для белья. И три емкости средства для стирки в форме геля, в форме капсулы, в форме порошка. Но сейчас время полезной информации для тех, у кого есть дети или внуки. Год назад наш Андрюшка занимался с логопедом в школе Новатор. Это онлайн-школа логопедии для детей от 4 лет. У школы Новатор есть образовательная лицензия. Занятия построены в игровой форме в виде анимированных игр и презентаций с яркими персонажами и историями. Один, два, три, четыре, пять. Хорошо. Эта школа выручалочка для занятых мам, особенно с маленькими детками. Пока ваш ребенок занимается, вы можете отдохнуть и уделить внимание себе. Ну а дети постарше меньше проведут время в гаджетах. Логопеды Новатор это спасение для графика. Можно выбрать удобное время для занятий. Не нужно никуда собирать, везти, ждать ребенка. Для занятий нужен только интернет. Да и ребенку будет комфортно заниматься дома, при этом все будет проходить под вашим контролем и еще отдохнете. А какое удовольствие получит ваш ребенок! Занятия проходят в виде игры и не дают заскучать. И тут отмечу важный критерий. В Новатор все педагоги с высшим профильным образованием и опытом работы. Активные, современные умеют расположить к себе ребенка так, чтобы он не стеснялся и получал удовольствие от учебы. Еще шире? Ааа! Вот, а теперь вот ребенчик. Конечно же комфорт это одно, но самое важное это качество услуги. В таком формате онлайн работают все те же способы постановки звуков, что и офлайн. Их даже больше. Ребенку комфортно в привычной обстановке, а это всегда влияет на эффективность результата. Кроме этого, работает контроль на трех уровнях. Сквозные диагностики, перекрестный контроль другими логопедами и целая команда контроля качества. Вы просто не сможете уйти без результата. Кстати, напоминаю, Новатор дают гарантию. Не будет прогресса, вам вернут деньги. Простые звуки в среднем ставят за 4-6 занятий. Вот настолько они уверены в себе и в своих методиках. Так мы решили важный вопрос с произношением у Андрея. На сегодня ему пока не требуется занятие. Но появилась небольшая проблема у Сережи. Он носит пластину и наметилась одна задача, которую как раз сейчас решаем с логопедом в Новатор. Очень понравился такой подход в школе, что если логопед не нужен вашему ребенку, об этом скажут сразу и честно. Так, например, для Сережи дали пару рекомендаций и не стали навязывать услуги. Онлайн логопед может стать для вас реальным спасением. Рекомендую попробовать, ведь у школы Новатор есть бесплатное пробное занятие, где вы еще и подробную диагностику речи получите. Поэтому вы ничего не теряете. А если захотите заниматься, то по моему промокоду будет скидка 20% на любой абонемент. Оставляйте заявку прямо сейчас по ссылке в описании. Рубрика «Закупка продуктов». Всю эту покупку совершили в торговом центре в одном. Какие цены вспомню, выведу на экран текстом и озвучу итоговую сумму. Хотя могу с нее начать. В общем, за всю эту покупку, здесь продукты и немного хостоваров, заплатили 8400. Давайте уже пройдусь, покажу, что и для чего взяла. Итак, сырокопченое филе курицы. Две штучки. Хочу делать супчик гороховый. И с такой копченостью. Далее сыр моцарелла, уже измельченный на кубиками, для запеканки, очень удобно, такой нежный сыр. Потом два масла сливочных, одно из них идет 82,5% жирности, это вот в кашу добавлять, в какие-то блюда добавлять и если что-то намазать. А 72% это масло беру на выпечку. Хотя иногда думаю для выпечки брать тоже масло 82%. Кстати, поделитесь, что вы используете. Маргарин я не покупаю вообще, я его не беру ни в каком виде, ни для каких целей. Еще из масел купила топленое, президент для жарки. Наслушалась, как вредно растительное масло, но в любом случае оно у меня есть, я все равно его буду использовать. Но буду зато чередовать, когда обычное растительное, когда топленое. Есть еще масло кхи, тоже на нем хорошо жарить, на масло авокадо. Это, ну, получается, конечно, неэкономно. Президент сыр, нам очень нравится, две пачки. Далее у нас тут помидорки черри для салатика. Да и так просто, например, приготовить яичницу, какую-то запеканку. Такие помидорки очень удобные, и они сладкие и вкусные. Морковь стараюсь покупать уже мытую, она чистенькая. Значит, вот это все 74 рубля. Микрозелень гороха, обожаю ее. Кстати, все хочу заняться проращиванием вот этих всяких культур на подоконнике у нас здесь в кухне. Ну, пока еще руки не дошли. Потом творог 5%, маленькую пачку взяла. Что-то захотелось творожок со сметанкой или творожок, вот у меня есть кокосовая паста с мангой или кокосовая с малинкой. Просто намешать такой десерт. Без добавления сахара, просто вот творожок. И поэтому купила маленькую пачку, всего 200 грамм. Обычно, если я покупаю творог на выпечку, то это 500 грамм, либо килограмм творога. А тут вот совсем маленькая. Далее, смотрите, какой новый продукт нашла. Ну, может быть, кто-то уже вовсю покупает. Значит, я вам неоднократно показывала вот эту крупу полента кукурузная. Обожаю ее, она такая меленькая, вкусная. Ну, варится 5 минут. А в этот раз, обратила внимание, появилась полента рисовая и чечевично-злаковая. Тоже такая меленькая-меленькая. А вот эта полента чечевично-злаковая, здесь получается, что идет? Кукуруза, кукурузная крупа, рисовая, перловая, чечевицы. И еще можно использовать для супов пюре. Тоже интересно стало. Ну, и как отдельно каши, так и в суп-пюре добавлять. Так что вот, взяла на пробу по одной штучке. Мальчики просили колечки. Последний год мы им покупаем не часто. Раньше часто. У нас заканчивалось, покупали новое. Вот последний год мы с перерывами покупаем. Даже вот у нас был перерыв вообще в 3 месяца, мы ничего такого не брали. Ну, соскучились ребята. Мама, купи. Что-то хочется похрустеть. Думаю, ладно. Вот купила колечки. Далее мой любимый хлеб. Взяла аж две штучки, потому что детям он тоже очень нравится. Но он маленький. Я его брала. Он еще был теплый, даже горячий. Он сейчас уже остыл, пока доехали до дома. Это домашний, как он идет, заварной на молоке, по-моему, так, да. И он продается только в супермаркете у нас «Виктория». В других я не встречала. Он невероятно вкусный. Я его могу одна вот такой съесть. Но, конечно, я этого не делаю, потому что я думаю, он и калорийный. Ну и детям он тоже нравится. А Миша, так, перескочу сейчас, взял себе вот такую лепешку. Он обожает их. Тоже она была тепленькая, когда мы брали. Дальше мальчишкам творожки. Сырок творожный, четыре штучки. Далее у меня здесь курица. Буду готовить ее в аэрогриле с цветной капустой. Я, в общем, такой рецепт, как стейки, загорелась, увидела, где там на Яндекс.Дзене, да, рецепт этот. Мы хочу тоже так приготовить. Так, тут у нас что? Кабачковая икра, потом грибочки. Тут микс. Миша их любит. Ну, как-то спокойно. Мелкая едированная морская соль. Всегда такую беру. Раньше были большие упаковки, сейчас вот только маленькие. А в больших упаковках крупная соль. Но я выбираю мелкую. Ну, у меня, в принципе, запасы есть. Вот еще одну купила. Обожаем. Уже много лет покупаем именно эту. Здесь у нас актимельки, как всегда. Это для мальчиков. Они обожают. Я их не пью. Далее молоко. Две бутылки. Процент жирности сейчас покажу вам. Три, два. Вот как-то оно идет три, два и до четырех и пяти. Скоропорт пять дней всего. Далее. Киви. Значит, вот этот пакетик, видите, да, 220 рублей. И вы знаете, что киви не надо чистить. Ну, хорошо надо помыть, и они едятся с вот этой кожурой. Причем вот в этой кожуре самая концентрация витамина С. Это самое полезное в киви. Вот эта вот мохнатая кожура. Честно, ее прям неприятно есть, но быстро привыкаешь. И реально, когда ешь киви вот так вместе, оно как-то интереснее по вкусу. Можно нарезать, можно как яблоко грызть. В общем, теперь мы киви едим с кожурой. Так правильно его есть, оказывается. Здесь у нас мандарины. Пакетик 304 рубля. Яблочки гала, по-моему, да, называются, 118 рублей. Капуста цветная. Цену не помню, выведу на экран. Это вот как раз готовить с курицей стейки. Пакет с грейпфрутами 359 рублей. Это для свежевыжатого сока. И Миша в основном себе взял. Мальчишки то пьют, то не пьют. Я игнорирую, потому что я не могу. Для меня он горький. Не воспринимаю я этот фрукт ни в каком виде. Так, с продуктами-то все. Остались хостовары. Купила ополаскиватель финиш для посудомойки. Тут видите, какой объем хороший. 590 рублей, по-моему, он стоил. Но объем нормальный. Потом ватные диски. У нас, кстати, небольшой ассортимент ватных дисков. По-моему, всего два бренда на полках лежат. Мусорные мешки 60 литров. Меньше у нас не получается большое ведро. Но с мешками прям засада. Во-первых, мы берем с завязками. Во-вторых, у нас такое ведро, оно прямоугольное. Некоторые мешки по объему не накручиваются на бортике. И вот в поисках таких мешков, которые будут накручиваться. Брали 120 литров, они нормальны. Но они все равно очень глубокие. И они не подходят. Они большие для нашего ведра. 60 литров оптимальный размер. Но вот не всегда объем. Поэтому у нас закончились. Вот купила два на пробу. Тут у меня еще фольга. Небольшая пачка влажных салфеток. Это Андрюша просил для рюкзака школьного. Чтобы у него всегда в рюкзаке в школьном были салфеточки. Они у него закончили. Спросил купить ему. И мои любимые губчатые тряпки. Вот такая упаковка. Беру то Патера, то Йорк, то Коралл. Ну вот в этот раз Коралл бренд купила. Обожаю. У меня всегда одна такая тряпка в кухне и одна тряпка в ванной комнате. Такими тряпками пользуюсь много лет. Но я вам уже их нахваливала, наверное, сто раз. Так, еще раз. Вся вот эта покупка нам обошлась 8400. Вот смотрите, сколько мы купили. На что тут? Ну что-то хватит на подольше. Что-то мы съедим там за 2-3 дня. Ну вот цветная капуста, курица. Я приготовлю одно блюдо. Ну может на 2 дня нам хватит. Не знаю, мальчишки будут такое есть? Нет? Ну а в остальном крупы, в принципе, они так на подольше. Хлеб уйдет за 2 дня. Сегодня, завтра он и закончится. Ну это тоже на запас. Супчик буду варить не сегодня, не завтра, но в ближайшее время. Все. Ну фрукты тоже там на несколько дней. Молоко 2-3 дня. Девочки, усаживайтесь поудобнее. Хочу с вами обсудить тему ухода за собой. Покажу покупки, находки косметических средств. Что-то я впервые для себя открываю, что-то я уже покупаю неоднократно. Также хочу момент такой уточнить. Это не реклама. Просто вот купила, хочу с вами поделиться. Кто-то наверняка себе на заметку возьмет. А еще я принесла весь свой уход для лица, которым пользуюсь какое-то время, чем-то дольше, чем-то меньше. И прокомментирую, что мне нравится, что я точно больше не куплю. Может быть, будет кому-то интересно и полезно. У меня была сыворотка от Clorans. Она закончилась. Точнее как, там на донышке еще есть продукт. И я попрошу Мишу как-то мне вскрыть эту банку. Потому что минус вот конкретно этой марки, конкретно такого формата, там продукта еще раза на два, на три. Но он уже не выдавливается. То есть надо как-то его вскрыть. Ну или не париться выбросить. Но знаете, цена не маленькая, хочется уж использовать до конца. Очень понравилась эта сыворотка. И я ее буду, скорее всего, повторять. Ну а сейчас захотелось просто попробовать что-то еще. И вот как раз на смену этой сыворотки я сейчас купила от Estee Lauder. Дело в том, что эту сыворотку я давно хотела. Но ее у нас не было в наличии. Но я к ней без фанатизма. То есть, ну нет в наличии, окей, куплю то, что есть в наличии. Вот покупала Clorans, там еще что-то. А в этот раз она появилась. Ее так нахваливают. Я решила, учу бы и нет. Сейчас вот как раз распаковываю. Конечно, красивый бутылек стеклянный. Ну, конечно, красивая картинка – это одно. Должно, парадокт должен хорошо работать. Иллюзий я никаких не питаю по поводу косметических средств. Мне больше за комфорт. Сразу параллельно напомню вам про вот эту, как сыворотка-крем для кожи вокруг глаз. Тоже от Estee Lauder. Тоже красивая баночка. Но вот как раз этот крем мне не подошел. Во-первых, сам формат нанесения. Я когда вам показывала впервые вот этот крем, я говорила, что здесь как-то необычно, вот эта вот лопатка металлическая. Ну да ладно, к ней я уже привыкла. Но текстура хорошая, все быстро впитывается. И мне кажется, настолько быстро впитывается, что мне ее не хватает. Не оценила я по достоинству вот этот продукт, но это мое восприятие. Возможно, кому-то это нравится. Вы знаете, я хоть и делюсь, вот что мне подошло, что нет. Все равно считаю это все индивидуально. И пока ты сам на себе. Я сколько отзывов прочитала на этот продукт, на этот. В общем-то, я и косметику выбираю чаще по отзывам. И, конечно, есть какие-то негативные, но по большей части там восторг. В общем, все равно пока вот на себе не попробуешь, надо подбирать через себя. Мне этот продукт не понравился, вот его точно больше не куплю. Тем не менее, я решила попробовать, потому что давно про нее слышу, хочу и вот думаю, все, надо. Потом прокомментирую, классная сыворотка или нет. Если вот эта мне очень понравилась, то по этой пока ничего не могу сказать. Вот еще одна сыворотка уже идет для кожи вокруг глаз. Консультант меня уверяла, что этот продукт можно самостоятельно использовать, но мы посмотрим, буду ли я самостоятельно или добавлю еще какой-то крем. Тоже, это моя давняя хотелка, и ее не было в наличии, сейчас она появилась, я быстренько ее схватила. Выглядит вот таким карандашом. И, конечно же, ой, он запечатан. Думаю, что такое сейчас распечатаю. Прям холодненький. Я продукт на себя выдавливать не буду, потому что у меня макияж. Ну, просто даже поводить массажик такой, слушайте. А, кстати, лопатка вот здесь очень удобная. Здесь она круглая, неудобная. А тут прям то, что надо. Также купили Миши гель от Clorance. Я вам показывала. Он раньше пользовался кремом, а тут попробовал гель. По действиям одно и то же, просто разная текстура. И ему больше понравился гель. И он, глядя на меня, что я там что-то в запасе покупаю. Ну, я же делюсь, что, ой, вот этого не было в наличии, наконец-то появилось. Он говорит, так, а купи мне тоже про запас. Он еще своими пользуется. Про запас, говорит, купи, а то вдруг потом не будет. Так что я ему купила. Мы в Clorance купили, так, получается, два продукта. И дали подарочек. Это маска для лица. Кстати, у меня уже был такой подарок. Мне понравилась такая масочка. Очень удобно с собой куда-то в дорогу брать ее. Хватит. Ну, хватает, кстати, надолго. И еще дали вот такой пробник. Это три блеска для губ. Написано, какая-то новинка. Правда, тут какой-то есть прозрачный белый блеск. Ну, просто может быть, как ухаживающий. И там внутри еще спонжик, кисть. Да, нет, спонжик для удобства нанесения. Ну, тоже мелочи, приятно, согласитесь. Следующее – это очищение и тонизирование. Я хотела купить себе гидрофильное масло от Clorance, но его не было в наличии. Консультант мне порекомендовала от корейского бренда. Не знаю, как произносится. И тоник тоже от корейского бренда, но другого. Вот такое масло. Смотрите, какая пузатая баночка с розочками. Удобный дозатор. Я еще им не пользовалась. Сейчас выдавлю, попробую текстуру. Ну, вот только распаковываю. О, слушайте, текстура такая, как гель. Не скажу, что прям масло. Вообще, это масло-пенка. То есть, она наносится как маслом, но если добавляешь водички, да, она превращается, видите, белесая в пенку. Она такая тягучая текстура, липкая. Ну, она смывается, надеюсь. Я, конечно, боюсь вот с глазами. Слушайте, пахнет розочками. Классно. Ладно, попробуем, посмотрим. Так, что здесь вообще написано? Гидрофильное масло-пенка для умывания с маслом дамасской розы. И что здесь? Мягко растворяет макияж, очищает поры, увлажняет. Состоит из натуральных очищающих ингредиентов. Экстракт джиншеня, масло граната, шиповника. Ну, вот этой розы, витамин С. Омега-3 есть. Значит, как пользоваться? Нанести масло на сухую кожу лица. О, на сухую. Легкими массажными движениями растворяя макияж. Затем добавить несколько капель воды и продолжать массировать до образования пенки. А потом смыть средства. Подходит для снятия макияжа с глаз и губ. Так, и следующее – это тонизирование. Баночка скромная, ничего особенного. Тоник. Что у нас тут написано про тоник? Гиалуроновая кислота, комплекс аминокислот, растительные экстракты. Освежает, тонизирует, увлажняет. В общем-то, после очищения готовит кожу для всяких последующих процедур. Содержит ты-ты-ты-ты-ты. Давайте понюхаем. Ух ты, а он запечатан тут конкретно. Сейчас мы все вскроем. Знаете, всегда обожаю новые продукты. Пользоваться. Ух ты, как он пахнет! Но могу сказать, такое отверстие... Посмотрим сейчас на бумажечку. Не, нормально идет, капельки выходят нормально. Приятно пахнет как. Обожаю. Вы знаете, вот этот ритуал вечерний, утренний, но особенно вечером, потому что утром всяк торопишься, наслаждаться всем этим не всегда получается. А вот вечером я неспешно ставлю музыку себе на телефон. на телефоне такую умиротворяющую, расслабляющую. Никаких, знаете, ни соцсетей, никаких книг. А вот именно расслабляющую, спокойную музыку. Стараюсь зажечь свечу, она тоже так трещит приятно. И медленно вот наслаждаюсь процессом, ароматами, всякими баночками. И мне очень нравится, это такое, знаете, погружение в себя, я наедине с собой. Мне это помогает немножко расслабиться, отдохнуть и переключиться. И, конечно же, за собой поухаживать. Так, из покупок я вам показала, а теперь покажу вам из своего старого ухода. Ну, в общем-то, сыворотку Клоранс и вот эту под глаза я уже прокомментировала. Значит, что у меня еще сегодня? Если помните, я не так давно делала рекламу на ретинол. Сейчас, напомню, это не реклама. Ну, продукты-то у меня есть, и я ими пользуюсь вовсю. То есть я не просто вам прорекламировала, я ими пользуюсь. Я нереально классный. При этом цена, вот если сравнить с другими, ну, просто, как это пушка, да? Мне очень понравился. И вот этот крем, и там еще есть для зоны декольте, который у меня был на обзоре. И вот эта сыворотка. Единственное, что я тогда говорила, и сейчас надо чередовать. И когда используется ретинол, обязательно СПФ. Так вот, как я делаю? Если я наношу сыворотку с ретинолом, то закрываю обычным кремом. Это у меня от Clorans ночной, кстати. На этом уже меньше половины осталось. Очень нравится. Не знаю, повторю прям эту линейку или какую-то другую, но вот этот мне понравился. Оценила. Вот им закрываю сыворотку от ретинола. На следующий вечер я использую обычную сыворотку, вот эту использовала, но сейчас буду от Estée Lauder. И закрываю кремом с ретинолом. То есть ретинол с сывороткой, ретинол крем нельзя вместе. Ну, не то, что не рекомендуется, это перебор будет. Моя, например, знакомая пользуется ретинолом на постоянной основе. Я читала, и косметолог мне говорила, что лучше чередовать. Я как, по какой схеме обычно делаю? Например, как я уже сказала, в один вечер сыворотка ретинол плюс обычный крем, на следующий вечер обычная сыворотка, крем с ретинолом, а вот уже на третий день обычная сыворотка и обычный крем. То есть без ретинола. А потом могу опять с ретинолом повторить. И я планирую, вот я уже месяц пользуюсь с ретинолом, еще, может быть, недельку его использую, и потом сделаю неделю-две перерыв. Ну, это я так делаю. Поделитесь, если вы используете ретинол, как часто вы им пользуетесь, чередуете или нет. Ну, в общем-то, такая схема у меня. Так, на день у меня крем тоже от Clorans, который прям заканчивается. Там уже донышко, он по углам находится. Кстати, вот баночки такие неудобные, потому что вот это вот стекло, оно вот сюда забивается, там даже лопаткой сложно достать, только вот ватной палочкой она сгибается. Вот это, пожалуй, минус таких банок. Ну, в общем-то, вот эта баночка, она, видите, тут немножко скошенная, в ней так не будет западать крем. Или когда выдавливаешь. Но у выдавливания другой момент. Вот продукт остался, но не выдавливается. Вообще, знаете, такие погрешности и имеются. Так, значит, дневной уход Clorans, ночной Clorans, сыворотки я показала, ретинол показала. Кстати, от этого бренда Верифик я себе приобрела, но я еще не получила в пути, крем для кожи вокруг глаз и ночной крем. Ну, вот как раз сменю потом. Но там уже не ретинол, там уже другой состав. Вот. И еще последнее у меня, это крем тоже для кожи вокруг глаз от Бобор. Вот такой тюбик. Кстати, очень удобный. Здесь тоненький-тоненький тазатор. Вот прям точечно наношу, куда мне надо, и массирую, размазываю. Этот крем от темных кругов, от отечности, ну и в целом питает, что он там увлажняет. Пока пользуюсь, нравится, ну сказать, что он там прям отечность снимает. Нет. Убирает, исчезают темные круги, не знаю, может со временем. Ну, у меня, конечно, не прям такие выраженные темные круги. Читала отзывы, девочки нахваливают. Там снимали свои фотографии, показывали фотографии до и после. Вроде бы действительно есть какой-то видимый эффект. Ну, у меня еще раз не настолько выраженные темные круги. Вот отечность бывает. Я люблю вечером попить воды. Я еще этот магний пью, тоже водой запиваю. И мне как-то, не знаю, постоит. Ну, частенько отекает. Надо лимфодренажную гимнастику делать. Не всегда удобно. Ну, в общем, отечность, как таковую, не убирает. Но он приятен во всех остальных отношениях. И еще поделюсь с вами тем, как я неправильно наносила крем для кожи вокруг глаз. Я его наносила по линиям, но в том числе на подвижное веко. Вроде как не рекомендуется. То есть надо от внешнего, от внутреннего уголка, под бровью, потом под глазками, не касаясь роста линии ресниц, и сюда, к внешнему углу. Ну, то есть вот так. А на подвижное веко не надо. Я все равно настолько привыклась уже на подвижное веко. Я размазываю крем, как правильно. А потом у меня какие-то такие остаточки остаются. И я так слегка-слегка вот такими, знаете, не массирующим, а как похлопывающим движением, даже не похлопывающим, но просто вот так как бы запечатываю, то есть убираю остаток крема с пальца. Но почему-то не рекомендуется туда наносить. Тоже кто как наносит, поделитесь, расскажите. Вот, что еще. Все. В общем-то, такой мой обзор на косметические всякие продукты. Как пользуюсь, что нравится, что не нравится. Делитесь своими какими-то находками. Я еще, кстати, очень хочу попробовать крем для кожи вокруг глаз от Шесейда. Но его тоже у нас нет в наличии. Есть в интернет-магазинах, по-моему, в Золотом Яблоке, да. Мне рекомендовали там посмотреть. Но я там еще ни разу ничего не покупала. У нас нет этого магазина, только если вот как интернет-покупка. Я пока, ну, нет такой прям потребности, необходимости, как я уже говорила. Чего-то нет в наличии, я всегда найду альтернативу, замену, если вот иду в магазин. Но Шесейда у меня в заметочках стоит. Так, все. Буду с удовольствием всем пользоваться. Спустя время поделюсь уже эффектом от новых продуктов. Тоник, гидрофильное масло, сыворотка для лица, вот Клоранс для кожи вокруг глаз. Все. Остальным я уже поделилась. А вот первая весенняя гроза. Именно такой день мы с Мишей выбрали для того, чтобы побыть вдвоем. Наши дети были в гостях у бабушки. Ну, а мы посетили ресторан, называется Кавказ. Это центр города. Именно в этом ресторане мы были впервые. Вроде бы тут грузинская кухня, но я могу ошибаться. Вообще нам очень понравился интерьер ресторана, много картин, фотографий. Знаете, как в музее можно ходить и рассматривать. Ресторан большой. Миша себе заказывал одни блюда, я совершенно другие. Названия я не запомнила. В целом нам очень все понравилось. Вкусно, порции большие, очень сытные. Я даже со своей не справилась. Правда, Миша не очень оценил хинкали. Точнее, к мясу претензий нет. Это, кстати, баранина была. А вот тесто ему не понравилось. Правда, также отмечу, что все имеет дело вкуса. Кому-то нравится, кому-то нет. Но вот говорю, как есть. Ну, а после ресторана у нас была очень длительная пешая прогулка. И на этих кадрах я буду заканчивать сегодняшний влог. Очень рада, что вы провели это время со мной. Спасибо вам огромное за внимание, за теплоту, за душевность. Ну, а мне будет очень приятно и очень важно ваша поддержка в виде пальчика вверх, лайк этому видео. Ну, а я хочу пожелать, наверное, всем нам мирного неба над головой и больше радостных моментов. Жду снова вас к себе в гости. Не забывайте, заглядывайте. Всем пока!